В черте городского поселения Видное расположено старинное имение Тимохова-Салазкина. В этом нет ничего особенного. На территории многих населенных пунктов подмосковной земли есть памятники архитектуры и истории. Уникальность данной ситуации в том, что нашелся застройщик, готовый взять на себя реконструкцию усадьбы. У Тимохова есть все шансы обрести новое лицо. Объекты будущего преображения – главный дом усадьбы, флигель, ледник и конюшни. Работы начались с того, что привели в порядок территорию, вывезли мусор. Сейчас ведется разработка проектной документации на основную часть работ. За тем, что происходит в усадьбе, пристально наблюдает инициативная группа, в которую входят члены районной и городской общественных палат. Свою задачу общественники ведут в том, чтобы проект компании-застройщика соответствовал интересам жителей. Сохранить усадьбу Тимохова-Салазкина в ее историко-городостроительной и природной среде – дело непростое. Поэтому инициативная группа следит за всеми этапами продвижения проекта. Сейчас мы видим, что территория потихонечку приводится в порядок, но вопрос застройки сам по себе, он остается открытым и нерешенным. По мнению рабочей группы, жилые дома, которые по плану должны быть построены рядом, могут закрыть вид от главного дома. Действительно, первоначально Тимохова строилась как ландшафтная усадьба. Но после перестройки в конце 19 века композиция получилась обращенной внутрь двора, куда выходят все постройки. Та застройка, которая размещается в соответствии с проектом охранных зон, она соответствует тем параметрам, который был определен проектом охранных зон. И не нарушает тех основных видовых раскрытий между зданиями усадьбы и между центральным домом на основное видовое раскрытие на реку, которые являются основными ценными элементами этой усадьбы и ценными элементами окружающего ландшафта. На совещании обсуждался вопрос о вырубке зеленых насаждений. Общественники беспокоятся, не пойдет ли этот процесс бесконтрольно и не пострадают ли исторические деревья. В ходе беседы было разъяснено, что убраны будут старые и больные деревья, а также те, что попадают под планировочную рубку. Работы начнутся только после составления плана парковой зоны. По результатам сегодняшнего выездного совещания будет круглый стол, наверное, недельки через две, на котором будут подготовлены ряд вопросов и со стороны администрации, и со стороны застройщика, и со стороны, естественно, общественной организации, на котором, на этом круглом столе, я думаю, мы их проговорим и определим основные вехи и основной график и работ, и направлений в деятельности. Я думаю, что мы, наверное, придем к общему мнению. Татьяна Акимова, Алексей Лин, Евгений Садовский, Видное ТВ.